Сложные жизненные ситуации, потери близких и равнодушие правоохранителей. На очередной прием председателя Следственного комитета России со своими проблемами и просьбами приехали заявители со всей страны. Большая часть обращений сегодня касалась ядрогенных преступлений, поэтому также на прием были приглашены медицинские эксперты, в том числе и президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. Я к этим делам очень внимательно отношусь, потому что они сложны для нас, для медиков и слишком тяжкие последствия могут наступить для тех же медицинских работников. Одной из первых о своей трагедии рассказала Любовь Попова, которая приехала специально из республики Адыгея, чтобы лично встретиться с Александром Ивановичем Бастрыкиным. В январе этого года сын женщины скончался в местной больнице во время плановой операции. Я уверена, что моего сына убили, потому что здоровый мальчик, 18 лет, вышел своими ногами в настроении, с улыбкой, лег на операцию, в итоге вышли, сказали ребенка нет и сказали, так бывает. Во время приема председатель Следственного комитета, а также Леонид Рошаль ознакомились с результатами экспертиз, которые были проведены в рамках расследования данного уголовного дела. На данный момент следователи и заявители ждут еще одного заключения медиков, которое должно раскрыть полную картину произошедшего. Следственный комитет сделал массу, что он может сделать. Он одну судебную медицинскую экспертизу провел, вторую судебную медицинскую экспертизу провел, сейчас на третью направил. Также с вопросами к расследованию уголовного дела по факту смерти несовершеннолетнего сына к председателю Следственного комитета обратился житель Ямала-Ненецкого автономного округа Игорь Байдин. По словам мужчины, его 15-летний ребенок скончался в медицинском учреждении в 2014 году, однако до сих пор виновные не найдены и не понесли наказание. Александр Бастрыкин детально изучил все материалы дела, дал ряд конкретных поручений по ходу расследования и потребовал от подчиненных максимально активизировать работу. На контроль берем центральный аппарат. Вот работает следователь, вы контакт поддержите, пожалуйста. Если надо, я еще раз заканусь. Мои ожидания подтвердились. Я думаю, что в дальнейшем мое уголовное дело, к которому я обращался, оно будет расследовано и будет дана должная юридическая оценка всем тем людям, которые задействованы были в деле. Прием председателя Следственного комитета России сегодня шел более 10 часов. Было принято 46 человек. Проблемы заявителей касались не только уголовных дел, связанных с медицинскими аспектами. Приехавшие граждане просили Александра Бастрыкина обратить внимание и на расследование преступлений, связанных с экономикой, безвестным исчезновением человека и другими. По результатам приема в отношении ряда сотрудников назначено проведение служебных проверок, а также председатель еще раз призвал своих подчиненных избавляться от формализма и бездушия при расследовании таких уголовных дел и общении с потерпевшими, а также в ряде случаев поручил своим подчиненным оказать содействие в рамках своих полномочий в решении социальных проблем, с которыми потерпевшим пришлось столкнуться, защищая свое право на установление истины.